Так хочется начать программу со слов «Начинаем психопрограмму. Почему мы так живем?» Сейчас поймете. Ну, то, что ко мне в консультацию приходят люди с проблемами, это очевидно. Никто радостью поделиться не приходит именно с проблемами. Но когда я иду по улице и смотрю в лица прохожих, у меня ощущение, что там или физики, или математики. Потому что все очень загружены, все очень напряженно думают, и все решают какую-то проблему. Вот об этом и хочу поговорить. Почему, как мне кажется, большинство россиян не живет, а именно решает проблему. Как это происходит? Почему это происходит? Откуда? В чем это выражается? Я напоминаю, сегодня наша программа посвящена тем людям, которые не живут, а решают проблемы. Следствие того, что человек постоянно решает проблемы, а не просто живет, в том, что жизнь его, мягко говоря, не радует. Он вообще воспринимает как череду проблем, а свои призвания как их решение. Вот откуда это берется? Почему мы такие? Кто в нас это заложил или это нами благоприобретенный? Вот дайте с этим попытаемся разобраться. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Но вначале я хочу сказать, что один юноша написал на сайте Эхо Москвы к нашей программе такое болезненное письмо о том, как он страдает фобиями, пытался лечиться, ничего у него не получается. Ну и, естественно, спрашивал совета. Алексей его, по-моему, зовут. Алексей Дорогой. Просто, ну, неправильное лечение. Там было улучшение, потом это вернулось обратно в это состояние. Алексей, вам надо просто... Я не помню, где вы живете, по-моему, в Харькове. Мне просто не перед глазами сейчас Эхо Москвы. Вам надо, может, в Киеве найти хорошего врача, психиатра. И фобия нормально совершенно поддается медикаментозному лечению. Я помню уже в детстве... Это мы уже сейчас начинаем разговор по теме нашей программы. Я помню уже в детстве, я всегда должна что-то была делать. Убирать игрушки, мыть полы, делать уроки, исправлять тройки, готовиться к экзаменам и т.д. Так и пошло. Не могу до сих пор остановиться, пишет нам Вера, 42-х лет. Вот, действительно, надолго как-то вас это захватила, Вера. Алла из Тульской области пишет. Это у вас в Москве все математики, а в других местах проблем, казалось бы, больше, но люди просто живут. Алла, знаете, да, наверное, в провинции, в регионах... Ну, я не думаю, что прямо принципиальная разница с Москвой, но можно предположить, что те, кто в Москву особенно приехал, они точно приехали решать свои проблемы. Те, кто там родился, так люди обычно тоже ленивые и не загруженные. Но, да, наверное, в регионах как-то это спокойнее все происходит. Те, кто уже идут по улице, озадачены своим положением, они в пути. Беззаботные люди не ходят по улицам, решая свои проблемы и проблемки. По разуму бывает, что накипают, то обижают несправедливые. Дальше идет что-то слово дистальность, и на этом сообщение закончилось. Друзья мои, я не сомневаюсь, что каждый, кто сейчас слушает, конечно же, найдет миллион объяснений своей озабоченности тем, почему он так живет, решая проблемы. Он даже может сказать, что, Михаил, ну вы просто ничего не понимаете, у вас, наверное, нет проблем, вам легко живется. А вот если бы вы встали на мое место, ну и так далее. Я это как-то полагаю. Наташ, ты что думаешь об этом? Я думаю, что, живя в городе, вообще люди подвергаются такому стрессу, что было бы странно, если бы они в состоянии стресса ходили и улыбались. Вот, Наташа, вот классический пример человека, который действительно сразу же, не задумываясь, придумал объяснение вот этой самой загруженности. То есть, Наташа, если я понимаю тебя правильно, ты говоришь о том, что сама ситуация такова, что она не может не вызывать проблемы. Это научно доказанный факт, что жизнь в городе, она уже подвергает человеку стрессу, а в таком мегаполисе, как Москва, тем более. Ну, я тебе так скажу, конечно, жизнь... Ты же про Москву говоришь, про улицу? Ну, давай так, я сейчас буду, ну я-то смотрю по Москве, конечно, но мы же для, так сказать, не только страны и все вещаем, еще и для зарубежа. Ты же всю страну не видишь? Ну, время от времени вижу. Ну, не все, конечно, а в тот момент и в том месте, где бываю. Я могу тебе сказать, что я, когда приезжаю в Питер, например, у меня такое ощущение, что там все заторможенные и блаженные. В Питере? Да. По сравнению с Москвой. В Питере даже работал. Еще были загружены. И я работала в Питере. Еще были загружены. Нет. Нет. Город из Питера, откликнитесь, разрешите наш наставший спорт. Ну, другой ритм жизни там. Послушай, мы не говорим, что это только от ритма. Можно лежать в кровати, смотреть в потолок, и у тебя будет все равно состояние, как будто ты решаешь проблему, напишешь, что надо встать. Можно не бегать по улицам, как в Москве, а ползти медленно, переставляя ноги. У меня была такая история. В метро, потому что по-другому нельзя. В другом городе я как-то приехал в свой любимый город Кенигсберг лет пять назад. И еду из аэропорта на такси в город. И говорю водителю, а еще говорю, машина сломана, мы что так едем-то, 60 километров в час? На что водитель спрашивает, а вы что спешит куда-то? И тут я понял, что вот это вот действительно московская озабоченность, она не отпускает. А там как бы есть на что посмотреть по дороге из аэропорта. Но привычка все время куда-то бежать, да, она сказалась. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы думали, что мы говорим исключительно о городе-герое Москве. Я думаю, что это психология, это вообще часть менталитета российского. Вот некая неспособность просто жить, а вот состояние необходимости все время что-то делать. Ну, в смысле решать свои према. Виктория из Петербурга, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория, вы слышали нас с Наташей спор? Вы что думаете, в Питере все расслаблены? Нет, конечно. Здесь там жизнь не другая, у вас просто быстрее все. Намного у меня дочка в Москве живет. Вот, проблем у нас, конечно, хватает так же, как и у вас. У меня проблем куча. Но несмотря ни на что, я стараюсь держаться и радоваться жизни. А вы можете рассказать вот об одной из проблем? Ну, самая большая проблема у меня ребенок, внучка. То есть это тоже проблема? Нормальное начало? Нет, она за мной не проблема, это счастье. Но вы, обратите внимание, Виктория, вы сказали, у меня проблема внучка. Да, у меня проблема внучка, а внучка. Это на автомате уже происходит. Я неправильно сказала. Я виновата. Вы не виновата. Вы именно то сказали, о чем сегодня передача. А что с ней, какие с ней проблемы? Ну, понимаете, у меня дочка родила девочку и, в общем-то, ее запустила. Оставила, ну, пусть у нас мать не прописала. Никаких документов, вообще ничего. Ребенок родился проблемный и шутил. Я просто на работе одновременно, он не покупает. Вы сейчас работаете? Да, я ночью работаю. А чем вы занимаетесь, Виктория? Продаю. Здравствуйте. Это я одновременно с покупателем. Здорово. Вот, продаю цветы. Вот. И, в общем, мне очень сложно. Сейчас приходится обеспечивать ребенка. Это действительно проблема, да, объективная. Да, ребенок не прописан. Он находится в подвешенном состоянии. И ребенок шутил. Понятно. Я бы желаю, чтобы эти проблемы у вас разрешились. Прописка-то бог с ней. А чтоб со здоровьем все было хорошо. Александр из Вологды пишет. Я раньше не мог решать проблемы, а сейчас помалу решаю. Евгений уже второй раз спрашивает. Вы или ваша консультация представлена как-нибудь в интернете. Евгений, ну что вам стоит, чем задавать вопрос? Просто набрать в интернете Лобковский Михаил и сразу получите ответ на свой вопрос. Напоминаю, 363-3659 телефон, смс 970-4545, код 985. И я читаю сообщение от Сергея. Мои родители, сколько я помню, всегда решали проблемы. Дом, работа, быт. Даже от автомобиля у отца не было удовольствия. Он все время им занимался. Мыл, чинил и готовил к зиме. Вот, друзья, именно об этом наш сегодняшний разговор. Елена пишет нам. Вот проблема, которую не знаю, как решить, так как непонятно, что это. Суть. Это когда редкий человек не оказывает, не оказывает, непонятно, сокращает. Лена, зачем вы сокращаете слова? Я теперь не могу понять. Нет, что-то такое. Оказыв на тебя подавляющего действия. Это дети или очень мягкие люди. Да у меня комплексы и большие, но я могу их не испытывать вообще не спрятанным в общем человеком. Все равно так. Лена, возьмите себя в руки. Если у вас нет дислексии, то напишите, пожалуйста. Еще раз, все нормально. Если у вас есть дислексия, то я извиняюсь. Валентин Оренбург, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Я долгое время жил в Москве. Приезжал, уезжал. Закончил аспирантуру там. Потом уехал в Питер. И вообще у меня вызывает большую улыбку вообще положение москвичей. Как и раньше, как и сегодня. Куда они бегут, я вообще не могу понять. Мои родственники, выходя на улицу, буквально заводились. И у нас вот в кругу семьи был анекдот, так сказать. Бежит человек, добегает до Красной площади, там скверик есть, красные ворота метро. Открывает газету и читает. И за ним наблюдаешь, так сказать. Просидел час-два, ушел спокойно, завернул газету, ушел. Вообще, в Питере отношение совершенно другое. Какой-то нормальный европейский город. Кроме того, самое удивительное, я спрашивал у таксистов, как посещают Москву и Питер. Там чуть ли не в 10 раз разница была в советское время. Посещают... Там трупы ходили иностранцы. А, туристы. Ну, Питер это же не Москва, и Питер это музей, можно сказать, на колесах. Друзья мои, я пошутил насчет колес. Не хочу, чтобы наш разговор сейчас крутился вокруг разницы между Питером и Москвой. Или вы меня не поняли. Я сейчас говорю о некой психологической серьезной проблеме, которая мешает человеку получать удовольствие от жизни. Когда человек, независимо, где он проживает, в Питере, в Москве или в Калагриве, свою жизнь воспринимает как череду решений проблем. И по этой причине практически никогда не бывает несчастлив, недоволен своей жизнью и просто не может расслабиться и просто жить. Вот о чем наш разговор. Давайте не будем сейчас сравнивать города. Давайте мускул лучше послушаем. Итак, еще раз напомню наша тема, почему большинство людей, к сожалению, действительно большинство, не могут просто жить и радоваться. Они живут и решают свои проблемы. Откуда это взялось, с чем это связано, какие есть реальные проблемы, а какие проблемы только в голове и надуманные. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. У Наташи созрел вопрос. Ну, у меня вопрос серьезный, я считаю. Вот смотри, когда у человека происходят какие-то неприятности, неприятности, ну, мне кажется, что у 90% людей эта неприятность занимает все его сознание. Особенно, если неприятности какие-то, ну, более-менее серьезные. Даже какая-то мелочь, например, если тебя обсчитали в магазине, она зачастую выводит тебя из себя. Да? То есть ты не можешь взять... Пить, есть, говорить, ходить на работу. Нет, пить, есть можешь, но в любом случае ты об этом думаешь. Я нет. Меня сегодня обсчитали в ресторане, Наташ, на 300 рублей. Ты уникальный человек. Но в любом случае есть какие-то мелкие неприятности, которые заставляют тебя все время возвращаться к этой ситуации и портить себе настроение. Наташа, вот об этом и передача. Умница, что-то бы говорила об этом. Я понимаю. Что заставляет тебя возвращаться к этой ситуации? Потому что я не могу это сразу отпустить. Вот не могу эту ситуацию отпустить. Вот в этом и проблема. Вот, например, обхамили где-то тебя. И вот ты... Знаешь, даже как у меня бывает? Вот какая-то неприятная вещь, там, вот, когда ты сталкиваешься именно с хамством или, ну, действительно, когда тебя обсчитывают. И ты идешь по улице, и мысленно ты с этим человеком разговариваешь. То есть сама в своей голове ты разговариваешь с этим человеком. Находишь какие-то аргументы, которые ты мог бы ему сказать, убедив его, что он не прав. Вот давай, кстати, вот интересно ты пример. А почему сразу было не сказать? Потому что сразу это в голову не пришло. Ты теряешься какого-то резкого хамства или от чего-то такого. То есть ситуация, которая нестандартная. Умница. Вот это и есть... Вот давай эту ситуацию разберем. Это вот и есть одна из психологических проблем. Очень многие люди, как ты правильно говоришь, в тот момент, когда с ними что-то плохое происходит, они не реагируют в силу какой-то вот психологической проблемы своей уже. Не могут там настоять на своем, не могут реализовать как бы свои желания, не могут выпаснуть даже свою агрессию очень часто и так далее. Загоняя проблемы вовнутрь, они действительно, как ты правильно сказала, начинают ее прокручивать в голове. К сожалению, вот эта озабоченность на лице говорит еще о том, что люди очень многие подвержены навязчивым мыслям вообще. А навязчивые мысли, к сожалению, Наташенька, ни о чем хорошем не бывает. Никто навязчиво о радости не думает. Навязчиво думает именно о грусти, о проблемах, о которых и ты говоришь. Но да, агрессия, хамство, воровство и так далее, поводов-то полно. А если спросить, а как нормальному человеку реагировать на все? Нормальный человек сразу выдает реакцию, потому что у него нет никаких механизмов, которые заставляют его загонять эту проблему в себя. И дальше, вот ровно настолько, насколько, как говорят психологи, раздражитель влияет на его психику, вот ровно столько времени он об этом думает. Так как речь идет не о каких-то смертельных случаях, а обычно бытовых, то там через 5-10 минут это забывается. И что самое интересное, человек не встает с утра на следующий день, опять начиная об этом думать. Кстати, вот твой пример, он навел меня как раз на мысль, именно про навязчивые мысли. Вот я еще раз возвращаюсь к этой картине, когда ты идешь по улице, и идут люди, и ты смотришь им в глаза, и ты понимаешь, что они не просто решают свои проблемы в голове, а им вот эти навязчивые мысли, они не дают вообще возможность расслабиться. Это уже проблема. Я сейчас отвечу Алексею. 49 лет, немножко не по теме, но надо человеку помочь. Он пишет, Михаил, скажите, пожалуйста, при стойкой потере веса 10 кг от нормы на протяжении 9 лет, трудно ли подобрать антидепрессант в данном случае, как быстро он может помочь? Из-за этого я потерял в итоге работу и профессию, потерял семью, силы зрения, в итоге постоянная слабость, 3 года не могу подыскать пассивную работу, как сил хватает только на полдня. Алексей, у вас, к сожалению, депрессия в клинической форме. В частности, изменение массы тела, это тоже один из признаков. Вам надо найти себе хорошего врача-психиатра, и это лечится. Быстро не уверен, надо подбирать препарат. И, ну, а не пролонгированного действия, я не знаю, в течение 2-3 недель вы же будете чувствовать какой-то результат. Так. Опять наш компьютер стал подвисать. Вот. Жизнь-то постоянная проблема, не только в городе, в этом весь кайф. Без проблем, сколько отещает тоска. Да, есть такие мазохистические, я бы сказал, идеи у людей, что без проблем это вообще не жизнь. Очень многие люди вообще в стрессе себя только и чувствуют комфортно. Если все спокойно, они сами начинают беспокоиться, нервничать, это непривычная для них обстановка и так далее. Друзья мои, я бы хотел немножко глубже об этом поговорить. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали про свою собственную жизнь. Если вы действительно относите себя к таким людям, которые не могут расслабиться и получить удовольствие, а постоянно решают проблему, откуда вас это взялось? Насколько вы себя помните с детства? Это родители? Это у вас с возрастом сформировалось? Или у вас в семье так было? Или вам внушали, что так необходимо жить? Вот здесь, кстати, есть от Игоря такое послание. А что вы думаете о фразе? Это не фраза, это стихотворение кусок Заболоцкого. Не позволяй душе лениться, душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь. Я думаю, что Заболоцкий, так и большинство поэтов, люди депрессивные. Вот поэтому такая логика. Почему душе не надо позволять не лениться, я бы даже сказал, просто отдыхать? Почему душа обязана трудиться? В каком смысле? Почему нельзя просто жить? Лена пишет, вот если бы я жила не в Москве, вот это был бы стресс. Андрей, люди могут выглядеть хмурыми и вялыми, но главное, чтобы они не были злыми по отношению друг к другу. Согласитесь, есть разница, какова разница, если вам наступят на ногу в транспорте в Москве, Питере, Казани или на Дальнем Востоке. Разница есть, пишет Андрей. Вы знаете, насчет злости. К сожалению, одно цепляет другое. Вот эта вот хмурость, эта озабоченность, это в конце концов психологическое напряжение, конечно же, ведет к агрессии. Но это и так понятно, что люди расслабленные, они более лояльны по отношению друг к другу. И это, кстати, еще дает определенную нетерпимость по отношению к ближнему. Ты знаешь, еще мне пришла в голову мысль, вот мы вокруг себя видим много прекрасных вещей, которые каждый из нас, наверное, в какой-то мере хотел бы иметь. Ну, то есть, например, когда у тебя нет машины, ты машину хочешь, когда у тебя нет квартиры, ты квартиру хочешь, и ты к этому стремишься, это для тебя проблема. Ну, проблема, потому что тебе это надо, и ты пытаешься какими-то путями, порой очень тяжелыми, этого достичь. Вот, может быть, проблема в том, что мы слишком много хотим, и что если бы каждый человек жил по своим средствам, не пытаясь прыгнуть выше головы, а ведь зачастую, даже покупая машины, люди покупают их в кредит, и они прыгают выше головы, и создают тем самым себе проблемы. Может быть, в этом дело? Наташа вопрос навеян с жизнью. Наташа, наверное, думает о новой машине. Что я тебе хочу сказать? К сожалению, это правда, то, что ты говоришь. Почему к сожалению? Дело в том, что если бы человек мог не думать об этом, ну, например, о машине, о деньгах и так далее, он бы и не думал. Это и есть некий уход от своих реальных проблем, когда люди думают, что если они поменяют свою жизнь на, я не знаю, более обеспеченную, условно говоря, то они себя будут чувствовать по-другому. В каких-то вопросах, наверное, что-то изменится, но, к сожалению, их состояние психологическое не изменится. Кроме всего прочего, разный уровень жизни диктует новый горизонт, я бы так сказал. Это, знаешь, как вот говорили про французских девушек, которые могут во всем просто с помойки одеваться, но при этом шарфик должен быть дорогой. Но если ты купил дорогой шарфик, то ты с помойки уже тоже не оденешься, и ты начнешь к нему подбирать все остальное за большие деньги. Машина просто так не бывает. Машина цепляет за собой район, дом, одежду, рестораны и так далее. Это бесконечный процесс, навязанный психологической проблемой, потому что это навязанная история. И человек, который не может избавиться от этого эмоционального напряжения, он пытается найти выход из своей проблемы в том, что ему надо обогатиться, ему надо поменять машину и так далее. Это то, что мы говорили в одной из программ идеи сверхценного. Наташа? Другой пример. Вот хорошо, если это идея сверхценного, ребенок ходит в школу. И зачастую, то есть в любом классе, есть богатые дети, есть дети бедные. Да. Например, ребенок что-то просит. Ну, не сверхъестественное, а просто там, ну, новые джинсы или что-то еще. Или, например, половина класса едет на экскурсию в Лондон, а половина класса не может себе это позволить. И даже не так обидно ребенку, как и обидно родителям за ребенка. Потому что... Думаешь, обидно? Ну, я считаю, что да. Вот, Наташа. Нет? Нет, по сути, я не говорю, да или нет. Нет, я просто тебя спрашиваю, как ты думаешь, вот, например, твой ребенок не может по их лону, потому что у тебя нет денег, и тебе обидно за него, он хотел бы. Подожди, ты мне внушаешь эту мысль? я просто спрашиваю. Мне не обидно. Давай сразу скажу. Мне вообще наплевать. Но ты права в том, что 90% людей мы об этом программу делаем. Конечно, заморочиться на этом тут же. Почему? Первое, потому что у них, у самих есть комплексы, они сами чувствуют себя ущербно, а если ребенок ходит в школу, где есть более обеспеченные дети, то эти комплексы и ущербность возрастают в разы. Это первое. Второе, из-за разных психологических проблем у родителей может возникнуть чувство вины перед ребенком. Что он не может его обеспечить, а Мария Ивановна может своего отправить. В любом случае, гораздо проще отказать себе, чем малышу. не надо никому не... Вот это опять чувство вины. Вот это и есть проблема, когда сам по себе ребенок Наташи, это самоценность. Это уже счастье без Лондона, кстати. Хочу обратить внимание. То есть, поедет он в Лондон или нет, ничего в его жизни принципиально не изменится. Но, к сожалению, сама идея сравнения себя с другими тоже порочная абсолютно. Она и заставляет человека страдать из-за невозможности что-то сделать. И это становится еще одной проблемой в его жизни. Что, к сожалению, лишний раз подтверждает, что все эти проблемы, конечно же, в голове, а не в Лондоне. Варвара из Волгограда, здравствуйте. Добрый вечер. Что скажете? Хотела поделиться своим жизненным опытом. Давай. Я считаю, что очень многие проблемы, о которых вы говорите, навязчивые мысли, вот эти все, конечно, идут из семьи. И сама росла в такой семье, где постоянно... А расскажите, в какой семье вы росли? Проблемы, которых на самом деле не было, но они постоянно придумывались. То есть проблема какая-то там денежная. Ну, как бы, проблемы нет, но она придумывается. То есть родители были вот в таком состоянии. А, конечно, это передалось и мне. Но хочу вам просто поделиться таким опытом, не очень хорошим. Может быть, кто-то услышит и что-то поймет в этом опыте моем. Что когда у меня заболел ребенок, ну, хроническими заболеваниями, но которые не излечимы, к сожалению. Вы знаете, все проблемы, они как-то, ну, не поняла, что совсем все это, это были не проблемы. Вот. И здесь вопрос, конечно, о ценностях, наверное. Вот о чем вы говорили сейчас. Вот эти проблемы, о ценностях, наверное, может быть, мы забываем иногда на самом деле, что действительно ценно. и о чем нужно думать, переживать, задумываться, что просто является просто жизнью. Ну, видите, что у нас происходит. Вот когда человек возвращается, что называется, к истокам, надо, чтобы его чуть не убили, чтобы он чуть не умер, чтобы у него все не сгорели. И тогда он начинает говорить, вот теперь я понимаю, да, на что жизнь ушла. Но, друзья мои, мы не можем такой ценой взять и начать понимать, что мы не на то жизнь тратим. Я с вами совершенно согласна, и, может быть, поэтому я хотела бы еще на это обратить внимание в вашем эфире, что вот этот опыт печальный, да, может быть, кто-то послушает, ну, так вот резко, жестко. К сожалению, дорогая моя, это невозможно послушать и начать жить заново. Для того, чтобы эту проблему вообще как-то решить, надо сначала разобраться, откуда она берется, потому что такая проблема, извините за эту автологию, когда человек все время живет, решая проблемы, это установка психологическая определенная, семейная, это повышенная тревожность и страхи, это неуверенность в себе, это какое-то какое-то эмоциональное напряжение из-за которого человек вообще не может расслабиться. Вот классический пример это трудоголики. Люди, которые не могут существовать просто там в семье, с друзьями, они нервничают. Для того, чтобы унять эту нервозность, им необходимо все время что-то делать. Я сейчас еще Вика нам опять из цветочного магазина позвонила. Вика, здрасте. Вы хотели спросить что-то, да? Да, спасибо вам большое. Еще раз хочу извиниться за то, что я отняла ваше время. Не извиняйтесь. Значит, я хотела просто задать вопрос. Я не решаю вовремя все свои проблемы. То есть они наращиваются мне как снежный ком. То есть я настолько неуверена в себе, что я не могу решить вот элементарные вещи. Ну, я об этом и сказал, да, неверность. Это одна из причин. Я не слышала, понимаете, у меня было радио отключено, я не слышала. Вы меня простите. Ничего себе. И я не знаю, что мне делать. Могу ли я сама эти проблемы решить? Или мне все часто это обращают? Нет, если вы сами не сможете решить, то, конечно, надо, тем более, из Питера, у вас там с психологами все в порядке. Да, это тоже одна из проблем. Азат спрашивает, помогает ли йога решить проблемы? Ну, кому-то помогает. Марина на работе, постоянно какая-то хрень, ребенок не слух, мать больная, старуха, муж годяй, в остальном все окей. Таня, можно получить удовольствие от жизни, когда у тебя реально сложные проблемы? Как абстрагироваться? Вы знаете, Таня, я такие же вопросы обсуждаю с людьми, которые приходят в консультацию. Недалее, как на этой неделе, разговаривая с человеком вот на эту тему, я сказал, а как вот покойные, например, академик Лихачев, который в тюрьме столько присидел, или Сергей Павлович Королев, который там же сидел, как они абстрагировались и не просто жили, а более чем полноценно жили? Понимаете, не надо доводить ситуацию до того, что вот то, что мы говорили об этом, если там все умерли, тогда я понял, в чем ценные жизни, и больше проблема меня не волнует. Надо просто жить, но не получается, надо разобраться, почему. Юля из Петербурга, здрасте. Добрый вечер. Я как раз хотела поделиться кратким опытом, не то, что как этому научиться, но все-таки есть путь обратно от безумного количества проблем, которые в голове. мне уже за 50, хорошо за 50, я выросла в такой семье, в которой было и на самом деле много проблем, было много надуманных проблем. Я сейчас в такой семье и живу, ну, в силу разных обстоятельств, у нас большая семья. Я сделала такой вывод, что вот эти проблемы, они настолько меня переполняют и переключают на негатив, что у меня просто изнутри что-то стало разрушаться. Я сама без всяких врачей и помощи психологической пришла к выводу, что если я не прекращу, как вы сказали, на 5 минут вот видеть эти бытовые проблемы, я просто изнутри буду разрушена психологически, но физически тоже. Я просто хочу сказать, что путь обратно от проблем существует. Конечно, существует. Вот я на пенсии, я работаю, я научилась радоваться всему, что меня окружает. Кстати, человек, они очень здоровые. Утро, солнце, пение у птиц, хотя за стеной я слышу, ну, нецензурную брань и многое другое прямо в своей квартире. Я обстрогируюсь от этого и очень много радости вижу вокруг. Умею расслабляться и с друзьями, и в зарубежных поездках, и где угодно. Этому нужно научиться и главное необходимо. Чего я всем хотела бы выставить. вы молодец. Вы молодец. Друзья мои, дайте так с вами поступить. Я не знаю, насколько вам эта тема вообще интересна. Мне она показалась не просто интересной, а такой тотальной темой, касающейся просто всех практически россиян, за редким исключением. Есть сайт Эхо Москвы, есть ночная программа, и там можно задать вопрос. Если вопросов будет достаточное количество, мы эту тему продолжим. Если я пойму, что, ну, не зацепило, значит, мы на этом остановимся. До завтра. До завтра.